Генеральный партнер программы новости – производственное предприятие «Меркурий-2». Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапы. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море, рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди – 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Лучшие в профессии». Анапские студенты отличились на региональном турнире «Молодые профессионалы WorldSkillsRush». Земельные участки для многодетных семей, необеспеченные инженерной инфраструктурой, вряд ли можно назвать ценным приобретением. Практику, когда людям выдавали пустую землю без коммуникации, в Анапе переломили в 2013 году. Впервые город-курорт получил краевое финансирование на строительство дорог и сетей в Уташе и Гастагаевской. На очереди новые проекты и по ним необходимо добиваться результата. Об этом сегодня на аппаратном совещании говорил Сергей Сергеев. 91 миллион рублей на строительство дорог и коммуникаций на земле для многодетных получила Анапа в 2015 году. Это результат работы администрации. Проекты по Гастагаевской и Уташу включили в краевую программу. 32 участка в Уташе и 118 в Гастагаевской. Не чисто поле, а готовые для жилищного строительства районы. Какие проекты сейчас находятся в работе, поинтересовался глава Анапы у начальника управления Капстроя. Мы сейчас заканчиваем Цибанабалку. Это самый крупный участок. Там под 300 участков. А проектирование? Нет, мы заканчиваем проектирование и вот-вот выходим на государственную экспертизу. А что мы закладываем там? Значит, мы закладываем там дороги в отсыпка, электроэнергия и канализацию. Недостаток проекта – отсутствие центрального водоснабжения. Управление капитального строительства ссылается на технические сложности. Однако глава Анапы не согласен с такой позицией. Давайте мне в табличном варианте массив, количество, кадастровый номер, если он один, если все кадастровые, то граница к участку. И первое наличие проекта – вода, электричество, канализация, дорога, тротуар и газ. И обжиганку. Надо этот вопрос двигать вперед. Кроме документов, под Сабанабалки разработаны и готовы проекты на обеспечение инфраструктурой 120 участков в Джигинке, 145 в Суворо-Черкесском и 4 в Гостогаевской. Добиться одобрения заявок и получить краевое финансирование. Этого требует от городских служб Сергей Сергеев. Работы по восстановлению разрушенной части набережной в районе санатория Русь начались в обозначенные сроки, несмотря на морозы. Реконструкция ведет известное в городе предприятие ИП Лыткин. Любое большое дело начинается с малого шага. К сожалению, он пришелся на самые морозные дни. Утешает только то, что работа разогревает. Демонтаж плитки перед началом целого комплекса работ. Каких? Вопрос главному инженеру предприятия. Мы будем производить демонтаж парапета, который обрушивается. Будем производить снятие грунта на глубину 40 сантиметров. Будут забуриваться буронобивные сваи в количество 10 штук. Они будут армироваться, заливаться бетон, поверх сваи будет заливаться ростверк. На этот ростверк будет оплеваться плита консольная, когда будет выходить в море. Также будут установлены западные детали и будет произведен дальше монтаж металлического забора. Предприятие ИП Лыткина можно доверять. Они уже много лет на рынке строительных работ Анапы. Совсем недавно сдавали бассейн «Виктория». Сегодня активно взялись за новый фронт работ. Малые формы хозяйства не спасут кооператива. В администрации города ведет одно из самых эффективных решений проблем фермеров – объединение в кооперации. Это позволит не только наладить сбыты производства, но и в целом повысить инвестиционный потенциал отрасли. Об этом и о развитии сельского хозяйства в целом говорили на заседании представители Анапской и Крывой администрации, глав крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, руководители сельхозпредприятий. Сегодня перед фермерами стоит множество задач, решить которые в одиночку довольно сложно. В первую очередь это проблема сбыта продукции. Зачастую маленькие хозяйства не в состоянии удовлетворить запросы, например, крупной здравницы. Такие предприятия предпочитают работать с посредниками, которые, закупая у разных поставщиков продукцию, предлагают большие объемы и разнообразный ассортимент. В итоге на перекупщиков приходится выходить и самим производителям. Я вынужден обращаться, ну, есть у нас такая категория бизнесменов, что-то скрывает, вот, они называются перекупщики. Они из меня вьют веревки. Я вот этого на самом деле не хочу. Кооператив, объединив и увеличив различные виды сельхозпродукции, вполне сможет конкурировать даже с крупными агрокомпаниями. Налаживать сбыт товара сообща предложил заместитель главы города Александр Колесников, опираясь на подобный опыт в ряде других районов. На сегодняшний день дальнейших перспектив без вступления, без создания кооперативов малых форм хозяйства, очень мало, очень сложно конкурировать с крупными предприятиями, сложно конкурировать с импортными продуктами. При объединении кооперативов здесь снижаются многие издержки, затраты на обработку почвы, на логистику и на саму переработку, в том числе будут поддерживать с кооперацией. Сегодня помощь от государства существенная. Гранты можно получить на самые различные цели. От приобретения оборудования и животных до развития инфраструктуры. И с каждым годом их размер увеличивается. До этого размер господдержки составлял до полутора миллионов рублей, независимо от направлений. С этого года планируется для развития, разведения крупного рогатого скота в молочном и местовом направлении увеличить размер гранта до трех миллионов рублей. Это делается почему? Это самые тяжелые направления, там больше всего затрат. О том, что заниматься сельским хозяйством с каждым годом становится выгоднее, говорят и сами фермеры. Например, Владимир Даровских в строительство теплицы вложил только 20% стоимости. Остальное оплатило государство. Первые субсидии я получал в 2009-2010 году. Там было 50% субсидий на строительство теплицы, на материал. А сейчас дают уже 100% отлачивают материалов. Если посчитать, то при получении субсидий, получается, что теплица строится за 20% стоимости. Управление сельского хозяйства оказывает фермерам активную консультационную помощь. Регулярно проходят так называемые дни малых форм хозяйствования на селе. Создано 19 ярмарок привозов, включающих более 200 торговых мест, которые фермерам предоставляются бесплатно. Активно реализуются государственные программы. Только в прошлом году 25 заявителям из краевого бюджета выплачены субсидии на сумму более 10 миллионов рублей. И работа по развитию личных подсобных хозяйств продолжается. По мнению специалистов, объединившись в кооператив, фермеры смогут выходить на крупные предприятия, минуя посредников. И это будет выгодно обеим сторонам. Большинство предпринимателей инициативу поддержали. Возглавить кооператив предложили руководителю фермерского хозяйства Владимирский сад Владимиру Бедареву. И он обещал подумать. Учащийся Анапского колледжа сферы услуг занял первое место на краевом чемпионате молодых профессионалов. И представит Кубань на всероссийских соревнованиях. Он учится на каменщика и, как говорит сам, мечтает о том, что работу по специальности найдет в Анапе. Если есть детощение, вставляют чуб и на сколько миллиметров есть отпаление, это уже 1 миллиметр минус сотая балла. Все должно быть идеально. Стена ровная, элементы должны выступать на положенное расстояние. Критерии основаны на современных строительных нормах и правилах. Похожие задания были и на соревнованиях. В финале попалась очень сложная фигура с кладкой полукруга. Тимур был уверен, что у кого-то получилось лучше, но в итоге оказалось, что победил. Теперь впереди первенство России. Движение молодых профессионалов очень похоже на Олимпийское. Зародилось после Второй мировой войны. Россия присоединилась к нему 4 года назад. А уже год спустя в Набском сельскохозяйственном колледже началась серьезная модернизация учебной базы. Здесь говорят о своеобразной революции в головах учащихся. Которые сейчас участвуют ребята, первокурсники, второкурсники, видя вот эти все соревнования, потом, приходя на эти площадки, смотрят, оценивают, спрашивают, когда, конечно, они будут участвовать. Но некоторые из них выступают даже уже как в качестве эксперта. А я вот здесь бы, может быть, сделал бы вот так. Мы тут же говорим, так, пожалуйста, вот она площадка, начинаем работать. Теоретически соревноваться могут кто угодно и в чем угодно. Лесорубы, бармены, водители. В случае с каменщиками или штукатурами, рука будущих мастеров сама тянется к измерительным приборам. Это нехитрое деревянное устройство позволяет выкладывать слой раствора ровно в один сантиметр. На соревнованиях фактически как допинг на Олимпиаде. Если для себя, да, то вещь вообще незаменимая. То есть вот подставил, а затем просто вот шору надводишь и все, раствор не цепляет. То есть если я просто потяну ее за собой, она может зацепить раствор и будет, ну, как бы, некрасиво. В первый год у меня еще я думал, ну, как бы, просто это соревнование. То есть не думал в дальнейшем заняться этим. А сейчас я как бы начинаю понимать. Во-первых, мне это стало больше нравиться. У меня это стало получаться очень легко. То есть если я выполняю, ну, такие кладки с такими элементами, то просто кладка для меня, ну, очень легкая. То есть, а это неплохой заработок. И я как бы уже начинаю задумываться, может быть, и буду каменчиком. Потому что еще стал задумываться о том, что, как бы, может быть, когда-то надоест людям, что в кабинетах люди получают больше. Вот, и как бы начнут платить рабочим больше. С другой стороны, у учебных заведений есть стимул следить за современными технологиями. Не так давно закупили так называемые лего-кирпичи. В России их пока мало. Но это пока. Конструкция, как вы знаете, конструктора лего, позволяет нам устанавливать, не применяя растворы. Дальше здесь можно установить крепежные, скажем так, арматуры. Заливается бетон, все. В прошлом году ландшафтные дизайнеры заняли первое место на краевых соревнованиях. В этом году серебро. Также второе место у флористов. Анапчане предложили соревноваться будущим виноделом. Презентация прошла на краевом уровне. На уровне России вызов приняли ставропольцы. В планах выставить на соревнования сантехников и уже сами рвутся в бой будущие агрономы. Порадовали город и студенты Анапского колледжа сферы услуг. Они собрали на краевом первенстве целый урожай серебра. Призерами стали команда предпринимателей, будущие специалисты по туризму, ресторанному бизнесу, геодезии. А в компетенции поварское дело участник получил диплом за профессионализм. Соревнования по профессиональному мастерству проходили на площадках 25 колледжей и техникумов края. В том числе на базах колледжа сферы услуг и Анапского сельскохозяйственного техникума. С 1 февраля начинается прием заявлений от родителей будущих школьников. По прогнозам городского управления образования в новом учебном году за парты сядут не менее 2,5 тысяч ребят в 95 первых классах. Возраст приема в школу с 6,5 лет и далее на усмотрение родителей до 8 лет. По закону ребенок должен идти в школу по месту официального проживания. С 1 февраля по 30 июня будут принимать заявления о тех, у кого есть постоянная или временная регистрация. На этом этапе вопросы, связанные с утерей или нехваткой каких-либо документов, трактуются в пользу детей и их родителей. Родителю достаточно написать по форме заявление, а оно заранее форма на сайтах каждой школы размещена, фактически ответственному в школе, подав документ, подтверждающий родство и свидетельство о рождении ребенка. Дополнительных документов, это справки, СНИЛСы, полисы, родители могут предоставить по желанию. Столпотворения у нас нет, мы стараемся работать со всеми обратившимися. Какой-то очереди нет по поступлению заявления, сразу же оно обрабатывается, ребенок зачисляется в школу в течение семи рабочих дней, согласно нормативам. Если вакантных мест нет при наборе запланированном, будет открываться дополнительно класс. С 1 июля у родителей появится возможность выбрать школу при наличии в ней свободных мест. Также своих детей смогут устроить те, у кого нет постоянной регистрации в городе-курорте. В две анапские гимназии будут набираться дети со всего города на конкурсной основе. Воспитанница детской школы искусств Яна Решетникова принесла Анапе победу на краевом фестивале «Светлый праздник Рождества Христова». Всего в конкурсе участвовали более тысячи кубанских школьников со всех муниципалитетов Кубани. Жюри выбрало 48 победителей по 8 номинациям. Талантливая «Напчанка» стала лучшей в номинации «Художественное чтение». «Никакого платья не будет. И что бала тоже не будет. Что средств на это нет. Эти ужасные слова как гром поразили милочку. В ее маленькой головке никак не могла уместиться мысль, что со смертью отца иссяк источник роскоши. Что полтора года прошедшие с его кончины совершенно разрушили их материальное благополучие». Яна читает за девушку, которой не в чем пойти на бал, потому что глава семьи умер, средств нет, а дело происходит в 19 веке, когда для дворянки важен первый выход в свет. Есть еще вдова Мачиха Вани, сводного брата. По сюжету женщина относилась к нему хуже, чем к родной дочери, но оказалось, что он специально пошел работать, чтобы сделать им подарки на Рождество. «Все-таки это о Рождестве и о том, что Рождество делает нас добрее. Вот это первое, что нам понравилось. Во-вторых, есть в нем три очень ярких образа, в которых мы можем поиграть. Ну, для нас, актеров, да, это очень ценно». Рассказ Ваня, Валентины Евстафьевой выбрали потому, что его еще никто не исполнял на конкурсе. С каждым годом подбирать репертуар все труднее. Даже тема Рождества не бездонна. Номер длится 10 минут. Без суфлера читается почти четырехстраничный текст. «Просто я читаю и представляю картинки в своей голове, как это все происходило, и так запоминается». «Что хорошо в чтецком материале, что ты работаешь с конкретным ребенком, ты основываешься на его возможности, на его данные. Плюс к этому еще и тут все зависит от одного человека. Вот не от партнера, а только от тебя. Ты додал, ты выиграл». Яна приехала с родителями из Омска. Там она участвовала в постановках, но не на постоянной основе. «Когда я примираю на себя разные роли, как-то интересно становится». В театральную студию девочка пришла в сентябре прошлого года. Тем не менее, решение отправить ее на краевой фестиваль было выверенным. «Было как-то немного страшно, волнительно, но интересно». Уже в Анапе Яна решила, что будет совершенствовать себя на актерском поприще. По словам Гаена Визерян, она открыто говорит с воспитанницей о ее сильных и слабых сторонах. Всего в Анапе действует 13 учреждений дополнительного образования. Ребята занимаются рисованием, танцами, музыкой. Многие уже известны не только в городе, но и на уровне края и страны. И в завершении выпуска информация от нашего генерального партнера. Производственное предприятие «Меркурий-2» ведет строительство нового многоквартирного комплекса «Кавказ» и приглашает приобрести надежную недвижимость по разумным ценам. Все выпуски новостей вы всегда можете найти на нашем сайте anaparegion.ru. А я с вами прощаюсь. До встречи. Доступные квартиры в комплексе «Кавказ» от надежного застройщика «Меркурий-2» в курортном районе Анапе. Детские и спортивные площадки, автопарковка, квартиры с видом на море. Рассрочка оплаты. Срок сдачи первой очереди 4 квартал 2016 года. Звоните 48 300.